Автомобиль Он тоже вплотную приближается к самолету Кстати, если посмотреть, то современный автомобиль, ну, я думаю, что по уровню оснащения напоминает летательные аппараты где-нибудь 30-х, 50-х годов Во всяком случае здесь есть такие вещи, как парковочные радары, есть система мониторинга окружающей обстановки, есть автоматическая коробка передач, есть датчики дождя и света Это я вам перечисляю все из списка Ситроэна С4 седан, на котором мы, собственно, и едем на московское международное авиашоу Мы остановили свой выбор именно на автомобиле, хотя, может быть, было сподручнее ехать и поездом, это намного было бы быстрее, мы бы не стояли в пробках Мы бы уже давно были бы в Жуковском, а пока мы движемся по трассе М-10 в направлении Москвы Перед как раз интересная такая деталь, мы как раз подъезжаем к Шереметьевскому повороту И вот тут как раз мы застреваем в пробке, это как раз тот самый случай последней мили, последнего дюйма, когда вот уже немножко остается на конечной цели И вы упираетесь в такую вот пространственную передрягу Но если продолжать, собственно говоря, развивать эту тему, то на последнем Женевском автосалоне компания ItalDesign показала необычное транспортное средство, которое является как раз синтезом самолета и автомобиля В подобной бы ситуации мы бы сейчас просто съехали бы на площадку, поставили бы что-то типа квадрокоптера, то есть 4 пропеллера, поднялись бы над этой суетой и отправились бы в Жуковский напрямую А не двигались бы по М-10, по МКАДу и дальше туда в направлении Жуковского Кстати сказать, этот проект компания ItalDesign разрабатывала вместе с достаточно известной компанией Airbus Кстати, Airbus тоже будет представлен на московском Airbus-шоу, они покажут свой дальнемагистральный Airbus A350 WB, который, кстати сказать, предполагает купить и наш Аэрофлот Это вообще новинка, одна из новинок авиасалона, мы надеемся ее увидеть, ну и обязательно расскажем вам Что же касается нашего автомобиля, то это Citroen C4 седан Мы остановили свой выбор именно на этом автомобиле, потому что это достаточно практичный представитель сегмента C-класса Он оснащен турбированным мотором 150-сильным И если исключить стояние в пробке, то это очень такой классный силовой агрегат, который позволяет и не рисковать на обгонах То есть вы буквально проскакиваете машиной, обгоняемой слегка в топив педаль Потому что здесь работает коробка автомат, которая стоит, она работает очень корректно, без каких-либо задумчивостей И вообще пилотирование этого автомобиля смешно, да, вот когда вам радар-детектор подсказывает в этой пробке, где вы двигаетесь со скоростью 8 км в час Что через несколько метров будет контроль скорости 60 км в час, да, где-то скорость Так вот, возвращаясь к этому автомобилю Citroen C4 седан достаточно хорошо себя зарекомендовал В свое время мне довелось поездить на самых первых образцах, когда он только появился в России Вот именно в этом исполнении этого поколения А сейчас он пережил плановый рестайлинг в прошлом году Благодаря чему он стал не только совершенней внешней, он получил новую оптику Новую подретушированную внешность И еще больше он получил инновационных систем То есть теперь его электроника, мультимедийный центр дружит с вашим смартфоном То есть вы можете продублировать его и таким образом даже сэкономить на той же навигации Что же касается авиасалона, то дорога туда не так близка, как хотелось бы Но надеюсь, что все-таки эта пробка когда-нибудь кончится и мы туда все-таки попадем Если верить блогерам-мажорам, нет лучшей тестовой трассы в ближнем Подмосковье, чем кольцом КАД Мы не столь радикальны, но тоже воспользовались свободным трафиком внутренней стороны Конечно же в пределах правил Citroёn отлично держит траекторию даже в колеях и на коротких дорожных волнах А хорошо сбалансированная и настроенная подвеска так и провоцирует к активному стилю вождения Согласитесь, от семейного седана такого точно не ждешь Не автомобиль, самолет И мы летим на нем на Макс Ну вот мы и на Максе Одной из сенсаций нынешнего московского авиасалона Стал показ легендарного Ил-2 Кстати, единственного летающего экземпляра в нашей стране В свое время на подобном в годы войны воевал мой дядюшка Так что, можно сказать, на авиадроме в Жуковском прошла встреча поколений Вернувшись из исторического небытия стараниями авиареставраторов и специалистов Сибирского научно-исследовательского института авиации Штурмовик Ил-2 был доведен до летного состояния и даже принял участие в демонстрационных полетах на Максе-21-17 И все же, как бы ни был хорош штурмовик Ил-2, это уже история, хотя и славная Но нынешний день отечественного авиапрома не менее интересен Вам что-нибудь говорит имя ТВС-2ДТС А между тем мы присутствуем при рождении новой легенды Поскольку под этой замысловатой аббревиатурой скрывается летательный аппарат, спешащий на смену Сталиньян-2 Известному в народе как Кукурузник С уходом его в отставку, прямого транспортного сообщения лишились многие населенные пункты в Сибири и на Дальнем Востоке Да и у нас в центре России многие районные центры с ностальгией вспоминают былые времена Когда в каждой области была своя авиасеть И вот, похоже, времена меняются к лучшему Конечно, ТВС-2ДТС, у которого пока нет даже имени собственного, это лишь летный прототип Но уже фактически готовый к серийному производству И пусть вас не смущает его простая конструкция Фюзеляж и крылья из композитных материалов В пилотской кабине современная авионика, позволяющая летать в любых погодных условиях и даже ночью Самолет способен взлетать и садиться на грунтовых аэродромах с длинной полосы чуть более 100 метров Конечно, крейсерская скорость в 350 км в час далеко не сверхзвук Зато за один час этот самолет съедает всего 190 литров топлива Таким образом, 4-тонного запаса керосина на борту хватит на 24-часовой перелет А это 8400 км без посадки Кстати, именно таким образом ТВС-2ДТС и добрался своим ходом из Новосибирска в Жуковский Результат достойный дальномагистрального авиалайнера Такого, как новейший Airbus A350XWB Это был единственный иностранный участник, живьем присутствовавший на авиашоу в Жуковском И то он прилетел в столицу всего на два дня Так что гости салона, попавшие сюда в выходные, его уже не увидели Но нам повезло и наша встреча состоялась Внимание к евроновинке было не случайным Буквально накануне работы авиасалона стало известно Аэрофлот планирует закупку нескольких А350-х, идущих на смену Airbus A320 Он даже открывал летную демонстрационную программу второго дня работы московского авиасалона Первым поднявшись в небо над Жуковским Зрелище впечатляло Пару Airbus A вполне мог бы составить наш MS-21 И он ее обязательно составит, но пока он еще только делает первые шаги на пути в небо Зато его присутствие чувствовалось во многих павильонах, которые занимала российская экспозиция Идет ли речь о двигателях, вот вам, пожалуйста, будущий мотор MS-21 Говорят ли где-то об авионике, и здесь тема MS-21 на первом плане Похоже, в условиях экономических санкций Запада MS-21 может стать тем локомотивом, который выведет российские авиапредприятия гражданской авиации на новую высоту Вообще-то, московский авиасалон чем-то напоминал московское автошоу прошлого года Европейские и американские компании, хотя и присутствовали, но заметно сократили объемы своих экспозиций И этим тут же воспользовались наши друзья из Поднебесной Не было такого павильона или направления, где бы не прослеживался китайский след А еще московское аэрошоу было, наверное, одним из самых безопасных мест на Земле Столько средств ПВО было представлено на компактной площадке И это тоже одна из особенностей работы московского международного аэрокосмического салона Жаль, что даже целого дня не хватило на то, чтобы бегло познакомиться хотя бы с наиболее яркими экспонатами Но это судьба многих больших шоу, независимо от того, авиане или авто Мы возвращаемся с Макса, уже в сумерках уезжали рано утром, возвращаемся поздно вечером Что ж, Макс не терпит суеты, и мы переполнены впечатлениями от знакомства с высокими аэротехнологиями А еще продолжительный бояж – хороший способ познакомиться с Ситроеном С4 седан поближе Что можно сказать об этом автомобиле? Все время поездки я находился за рулем и практически не устал Также на этот раз мы можем оценить работу светотехники Это редко удается во время дневных драйв-тестов Так вот свет можно оценить как хороший на твердую пятерку Может быть без плюса, но на твердую пятерку Полотно дороги просматривается достаточно далеко, хорошо освещены обочины Ситроен не разочаровал и своей управляемостью То, о чем мы говорили утром, полностью подтвердилось Он отлично едет, отлично разгоняется и отлично тормозит Еще бы я отметил такой показатель, как умеренный аппетит Мы проделали путь в оба конца длиной более 450 км И у нас в баке еще остается запас топлива километров на 300 Таким образом можно говорить о том, что этот автомобиль Отлично подходит для таких дальних вояжей И если вам надо куда-то отправиться с семьей или вдвоем В деловую поездку или в отпуск Ситроен С4 седан, на мой взгляд, это отличное решение для такой задачи Автомобиль на тест был представлен дилерским центром Нортоавто Ситроен Телефон для справок 3-7-800 Телефон для справка 4-7-8-800 Ситроен Ситроен Сити 100 1000 Батaring 1500 100 much 100 800 800 100 Продолжение следует...